Я прилетела сегодня в Апины, завтра я на лодке уплываю на остров Кеа. Я никогда, наверное, не смогла бы жить по-другому. И это очень непросто, это не просто я плачу. Я хочу прожить жизнь так, чтобы я не жалела ни о чем. Смотреть. Ребят, вот такая у меня работа, да. Доброе утро, ребята. Если вы думаете, что сейчас предрассветное время и на улице все еще темно, то вы сильно ошиваетесь. Я тоже с удовольствием бы понадеялась, что это рассвет, но, к сожалению, это 11 часов ночи. И сегодня я проснулась вот так поздно, потому что последние дни были просто безумными. Пожалуй, такой тяжелый период у меня был, наверное, в прошлом году, в сентябре. И вот в этом году, в июне, в июле, я за июль 4 дня дома. 4 дня. Все остальные дни, недели я по съемкам по всему миру. На данный момент я в Афинах. Я прилетела одна, потому что у Федерико не получалось по работе. Я прилетела снимать стилизованную съемку. Я прилетела сегодня в Афины, завтра я на лодке уплываю на остров Кеа. И там послезавтра с рассвета мы будем снимать до заката. А послезавтра я возвращаюсь уже назад в Италию. Если я вам расскажу, как я сюда попала, это безумная история, потому что до этого два дня подряд я снимала свадьбу двухдневную в Тоскане. Первый день 10 часов, второй день 4 часа. И я, получается, приехала в то же утро в Тоскану в день свадьбы. Мы ехали 5 часов на машине. Мы приехали, я отсняла свадьбу, легла спать, проснулась головной болью, ничего. Отпилась таблетками. На следующий день отсняла второй день. Я закончила в 10 вечера. В 10.30 вечера я села за руль и поехала 4,5 часа назад домой, одна за рулём. Я приехала домой в 3 часа ночи примерно, ну, потому что я останавливалась ещё заправиться, выпить кофе. Я приехала домой, и что вы думаете, я пересобрала чемоданы и поехала в аэропорт, потому что у меня был ранний утренний вылет на Афины, и я даже не легла спать. Это очень тяжело. Это чтобы вы понимали немножко. Я не знаю почему, очень многие люди думают, что работа фотографа какой-то кашель. Она очень простая, и нет никаких сложностей, что там сделать. Господи, отснял и всё, пощёлкал камерой, и всё. На самом деле всё. Я надеюсь, я не заболела. На самом деле всё совсем не так. И очень много есть сложностей. И очень тяжёлые бывают месяца в сезон, когда ты не видишь своих домашних, я не знаю, мужа, котов и всех остальных неделями. И это очень непросто. Это не просто... Я плачу. Это не просто морально. Это не просто физически. Потому что бывают дни, когда я просто, ну, как вы видите, не ложусь спать. Я сейчас совершенно одна в Афинах, и еду ужинать одна на такси. И я не знаю. Мне иногда нравится путешествовать одной, но, пожалуй, мне нравится путешествовать в одной больше в Италии. А вот в новых странах мне, конечно, нравится с компанией, желательно с мужем. Не знаю, мне кажется, у меня будет немножко грустновато ужинать, поэтому я вас беру с собой. Я взяла камеру, но у неё севшая батарейка, это просто ужасно. Поэтому я снимаю на телефон, надеюсь, что всё равно качество будет терпимое. В следующие дни я тоже вас буду брать с собой. Надеюсь, что получится такой очень интересный, насыщенный влог, в котором я вам покажу всю свою поездку. И надеюсь, что вам будет со мной интересно. Да, я вам недорассказала, что я прилетела в Афины в 11 утра. Приехала домой к девочке, которой я в прошлом году снимала свадьбу. Яночка, привет, если ты смотришь. Они меня благородно приютили, накормили, выделили кровать и полотенце, и я просто отключилась. Я выпила бокальчик сангрии, пообедала с ребятами, поболтали немножко. Я почувствовала, что у меня закрываются глаза, потому что поспать-то мне всё-таки нужно было раз за два дня. И я отключилась, и вот, собственно, проспала до 10 вечера. Потом я чуть-чуть привела себя в порядок, сделала макияж, оделась, бронировала ресторан. И вот, еду кушать, потому что всё-таки надо поужинать. Я нахожусь в районе флага, и я забронировала мастерочка в ресторане, который называется «Марикаптон Анафиотика». И оно располагаться должно по гранирую на этих ступеньках. Где-то здесь я хожу, и ещё никто не говорит по-английски. И это немного затрудняет мои поиски. Но буду искать дальше. Я иду по совершенно пустынным улицам. Меня тут могут убить, может, мне кажется. Но очень красивая впереди музыка. Сейчас покажу вам. Это меня подпадривает. Надеюсь, что я иду в правильном направлении. Я уже четвёртый раз спросила, куда мне идти. И никто мне толком не может объяснить. Вот тут атмосфера. Надеюсь, я... Это мой ресторан. Я решила поужинать по крыше, поэтому иду за девушкой на ветку. Потому что на улице, ну, очень людно и громко. Тут гораздо более такая чил атмосфера спокойная. И посмотрите, какой у меня вид с моего столика в уголочке. Все мои желания сегодня исполнить. Есть садзуки за 4 евро. Есть ещё один соус с рыбой и такой икрой. Очень вкусный. Я его помню с прошлой поездки. И есть самое... Ой-ой-ой. Самое-самое главное. Где же оно? Фета с мёдом и кунжутом. Это самое вкусное, что может быть. Это фета, приготовленная в духовке. Сверху с мёдиком. И у меня такая, получается, корочка. И сверху посыпанная кунжутом. Боже мой, как я хочу это скушать. Я уже взяла себе венишко. Вот его у них, видимо, кунжут. Так что, ребята, за ваше здоровье. У меня тут так уютненько в уголочке. Такой мини-лесок. И вид на окропы, как я понимаю. Он там сзади меня так безумно красиво. Очень понравилось меню в ресторане. У них есть всё, что нужно. Все традиционные блюда, плюс разные весные блюда, рыбные блюда. Мне кажется, все останутся довольными. Главное, чтобы это было вкусно. Но так как мне ещё не принесли, ничего не могу сказать. Но если вы компания молодых ребят и любите шум, гам, хаос, то бронируйте столик на ступеньках внизу. А если вы хотите посидеть более чилл, в более приятной такой спокойной обстановке, где никто не кричит, все разговаривают на полтонах, и свежий воздух, крыша и вид на окропы, то, конечно, бронируйтесь на крыше. Мне пришла моя еда. Выглядит аппетитно. Деценцитки, какой-то домашний хлебушек. И та самая фета с мёдиком. Блин, как я хочу это всё скорее скушать. Знаете, я люблю ещё Грецию за её цены. Я покушала одна, два блюда. Обалденно вкусные. Одно горячее, одно холодное. С пужером вина. 150 мл. То есть вот настолько он был полный. Это всё мне вышло в 15 евро. Это слишком низкая цена для еды, мне кажется. Ну, то есть к тому, к чему я привыкла, это намного ниже. И если бы я кушала не в центре города, то всё было бы ещё меньше. То есть я могла, Гевр, на 9-10 всё это покушать. По поводу места. Называется это кафе Анафиотика. Было всё очень вкусно. И я могу от всей души вам его рекомендовать. Тут и вид, и еда, всё замечательно. Ещё мне хотелось с вами обсудить одну тему. На самом деле мне от этого становится очень грустно, потому что я считаю это неправильно. Я сижу здесь абсолютно одна. И наблюдаю за людьми, потому что больше делать нечего, вай-фай меня не ловит. И никто, кроме меня, один не сидит. И те, кто сидят парами или в компаниях, 99% из них сидят за ужином в телефоне. То есть парень, девушка пришли в ресторан. Они в отпуске в прекрасной Греции, в Афинах. Вся эта красота, это тепло, вкусная еда, вкусное вино. И прийти на ужин и сидеть в двух телефонах. Ребята, вы серьёзно? Если бы это был один столик, а это не один столик, это весь ресторан. И я это вижу. Просто сейчас мне пришло в голову, мне захотелось обсудить. Я это вижу сплошь и рядом. Не только в Греции, в Италии, где угодно. Настолько какая-то телефонозависимость у людей просто неприятная. В плане, я интернет-инфлюенсер, да, я очень много времени провожу в телефоне. Но есть золотое правило. Если мы с мужем выходим на ужин, я захожу в телефон только максимум на одну секунду опубликовать какой-то сториз, грубо говоря. Или же я снимаю что-то с камерой, убираю камеру, и мы ужинаем. Мы наслаждаемся моментом, местом, едой. Мы разговариваем, мы общаемся, мы обсуждаем. Но никогда вы нас с ним не увидите, обоих сидящих в телефонах. И это очень грустно, очень-очень грустно, что людям интереснее то, что происходит в телефоне, чем та красота, которая происходит вокруг. Отпишите мне тоже в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Доброе утро, ребята. Сегодня... Ау! Доброе утро, ребята. Сегодня действительно утро, и я вам покажу 2 секунды то, что я хочу показать у Яны дома. Я, надеюсь, ты не будешь на меня за это ругаться. И я уже побегу вниз, потому что товарищ видеограф, с которым мы поедем на островке, меня уже ждет в машине внизу. Когда у Яночки заходишь домой, у нее висит вот этот огромный кэнвас, как это, холст на стене с моей фотографией. Это так мило! Я так улыбалась, когда я зашла. Это так красиво, так обалденно видеть свои работы уже живые, в живых домах, у живых людей. А еще прям 2 секундочки хотела показать альбом, который я им делала. Точнее, я верстала, естественно, и компания, в которой я заказываю, это все печатала. Посмотрите, как красиво, как приятно это держать все в руках! Боже мой! Кстати, если вы помните, был влог с этой свадьбы. Я оставлю ссылочку, кто еще не видел. Это свадьба в Греции, в потрясающей манимвасии, с моей потрясающей Яночкой, которая, повторюсь, меня приютила на эти сутки. И мне так нравится этот альбом, просто я бы его смотрела вечно. Вот это одна из моих любимых фотографий, кстати. Там отражается папа ее, который ей открывает дверь. Боже мой, у меня такие воспоминания об этом месте. Я безумно хочу вернуться в манимвасию. Я так полюбила это место, да и вообще полюбила Грецию. Что уж тут скрывать-то. Сейчас будет капл-шут, вот я его вам очень хочу показать. Такие красивые там кадры, такой красивый закат. Море, там все сошлось воедино, там все потрясающе. Если когда-нибудь соберетесь в Грецию, обязательно соберитесь в манимвасию. Потому что это лучшее, что я видела. Вот, смотрите, как там красиво. И вот этот кадр обожаю. С черно-белой пленки, с первым танцем. Яночка, я тебя люблю. Спасибо большое, что приютила фотограф-путешественника. Все, я побежала. Надеюсь, вам меня слышно не только ветер. Мы едем в машине, в которой не работает кондиционер. И я себе сделала вот такую дульку, чтобы меня не раздувало челку. И нам ехать в этот час до городочка, в котором паром. И с которым мы отправимся на остров. Я уже вижу море. И я надеюсь, что сегодня мне удастся в нем поплавать. Да, кстати, это товарищ, товарищ видеограф. You can say hi. Он рулит, поэтому занят немножко. Я все еще сижу со своей дулькой. Я думаю, вот зачем я мыла сегодня голову. Это просто было без толку. Это вообще дипломы. Они такие огромные. Вы даже не представляете размерность. Эта вот машина рядом с нами приезжает, но она далеко от этой лодки. От этой посудины. Hello! Наш wedding planner, который все это придумал и организовал. А сейчас будем здороваться и знакомиться. Мы сейчас будем тоже заезжать на машинке. Вот наш же завод. Люблю путешествовать на машинке в лодке. Я думаю, потом мы сможем выйти и посмотреть на виды. Очень люблю смотреть на море. Когда мы путешествуем в таком, как это, трагетто по-итальянски, по-русски. Я, честно говоря, не знаю. Такая большая-большая лодка, которая перевозит машины. А не только людей. Я так понимаю, это наш модель мальчик и наша модель девочка. Я всех уже вижу заранее. Вся команда собирается вместе. Глубокое синее море. И мне помогают мальчики с багажом. Как я люблю, когда в компании, точнее в команде, есть мальчики, которые помогают. I'm telling about you. That thank you for helping me. Thank you. У нас самый милый в единфанер на свете. Она нам принесла кофе. Я еще ни разу не пробовала греческий такой ледяной кофе с пенкой и со сливками. Так что будем сейчас тестить. Ребята, я не знаю, видно вам или нет, но там на воде радуга. Я не знаю. Look at the rainbow on the water. It's so beautiful. Oh my god. Вот там на горах виднеются виллы, и в одной из этих вилл мы будем снимать. Я пока что не знаю, где точно, но где-то, где-то там. Там очень красиво. Я думаю, что мы уже подплываем. Мы плыли часа полтора. Я не знаю, почему здесь такие голубые пятна. Вода кажется прям нереальной какой-то. Просто обалдеть, какие цвета. Кусочек Мальдив в середине моря в Греции. Say hello. Hello. Это наша модель девочка. Она потрясающе красивая. Невероятные просто веснушки. Я с ума схожу по веснушкам у девочек. Да. 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 Я с ума схожу по веснушкам. 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 мы приехали сейчас будем осматривать виллу я здесь еще не была естественно мы ехали очень долго мне кажется мы ехали час сюда у нас тут кактусы поют цикады вон там вилла но я сначала хочу посмотреть на вид у нас там такой пляжик внизу я так надеюсь что сегодня у меня будет полчасика чтобы пойти туда и искупаться там такая бирюзовая водичка на меня так и манит посмотрите какая красота вокруг у меня тут горы бирюзовая вода пляж вилла и скоро будет закат потому что солнце уже достаточно низко и вот там как раз вилла находится море я как всегда нашла котиков она такая красивая посмотрите какие глазки только она ко мне не идет она мяукает хочет подойти но боится а море окей мы приехали и это вид с виллы это просто обалдеть как красиво вы посмотрите а вот на том пляже мы будем снимать завтра утром а здесь еще на вилле есть бассейн с обалденным видом в том числе как круто он называет мое имя он меня зовет влечет к себе я хочу нырнуть уже не могу и вот вилла с другой стороны там еще один бассейн я прям из окна в него нырнула понимаешь что все те трудности которые ты преодолел за прошедшие дни они просто ничто по сравнению с тем где я оказалась сегодня так здорово ребята как вам вид из гостиной то есть ты сидишь здесь такой смотришь телевизор общаешься а у тебя вот такое окно которое выглядит как картина как будто это не настоящий вид а фото обои это нереально круто просто нереально и давайте он покажу свою комнату мне сказали что у меня лучшая спальня на вилле та-да-да-дам огромная кровать просто для троих практически но самое главное это конечно же балкон и вид который мне отсюда открывается умереть просто можно увидеть и умереть я облачилась в купальник новый кстати но и да я планировала его поберечь до самуи но так как выдалась такая рабочая поездка я решила его здесь тоже поносить так что мы сейчас поедем осматривать пляжи на завтрашнюю рассветную съемку и заодно немножко покупаемся я пока что не могу выбрать между этим пляжем которые прямо рядом с нашим домом и тот на который мы ездили до этого но я вам забыла его снять он чуть поменьше но на нем есть лежаки поэтому я теряюсь пока что выборе фотографы и видеограф это ненормальные люди он ногу про сейчас снимает волны он держит гоупрошку руками ему гоупро заливает голову периодически и он ныряет в волны вместе с гоупрошкой как я люблю артистичных людей он в секунду увидел эту точку подорвался и побежал снимать просто так для себя не для каких-то клиентов не для какой-то работы а просто потому что мы любим то что мы делаем и ну но и ну и и и и и Вы знаете, я сейчас сидела и рассуждала о том, что я никогда, наверное, не смогла бы жить по-другому. Я не смогла бы ходить каждый день в офис к одному и тому же времени, каждый день стоять в одной и той же пробке и каждый день делать одно и то же, в том же самом офисе, с той же самой группой людей. Что я не смогла бы, наверное, иметь отпуск по расписанию 4 недели в году и не смочь, когда я захочу просто на 2 дня сорваться куда-то на море или в любое другое место. Я прекрасно понимаю, что для многих людей это норма, что, боже мой, больше, чем полмира так работает. Но я говорю именно за себя, я не говорю, что это плохо работать в офисе, что это плохо жить так. Но я ни за какие деньги не согласилась бы поменять свой стиль жизни на офисный стиль жизни, даже если бы мне предложили 10 раз больше зарабатывать. Я бы не смогла, потому что я хочу прожить жизнь так, чтобы я не жалела ни о чем, чтобы мне хотелось вспоминать каждый свой день, чтобы я могла в любой практический день делать то, что мне хочется, то, что мне нравится, и не важно, что я за это буду получать 10 раз меньше. Такая вот простая философия в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Вот что происходит, когда встречаются несколько моделей в одном месте. Мы все друг друга фотографируем на одной и той же точке, потому что здесь просто потрясающий закат. Я копирую мою позу сейчас! Так круто! Ребята, это так круто! Такая позитивная атмосфера у нас просто. Просто обалденная. Нас ожидает командный ужин. У нас потрясающий просто хозяин виллы, который нам предоставляет все удобства и вкуснейшую, как я понимаю, еду, потому что пахнет нереально вкусно. И тут готовится свежий гриль, котлетки. Мой желудок говорит ур. Ребята собирают гамак для нашей завтрашней утренней... Он ругается русскими матерными словами. Мы собираем гамак. Точнее, ребят собирают для завтрашней утренней съемки на рассвете. Вот этот гамак поместят в воду, и мы будем снимать на пляже вот эту потрясающую красотку. И у нее такие красивые веснушки. Я не могу. Вот эти крутые ребята будут завтра моими моделями для съемки. И мы будем снимать на рассвете. И это будет волшебно. Я иду смотреть, что наш стилист нам приготовил для завтрашнего дня. Так, не та комната. Так-так-так, так-так-так, так-так. Мы идем, мы идем. Ты очень классный, ребята. Так, мы будем сейчас смотреть... Тут столько всего красивого лежит. Привет. Привет. Ты знаешь, какие ленинные менты, которые мы любим для сомер. И какие-то внутренние горы, чтобы ты видишь мою спиртную пулу. Твою спиртную пулу очень классное. В самом деле. Так, давайте посмотрим, как эта шарта тебе нравится. Да. Хорошо. Ребят, вот такая у меня работа, да. Иногда это бывает очень весело, когда собирается крутая команда, то мы все очень развлекаемся. И мне сказали, что будет обалденный купальник от Balmain. Белый у нашей девочки-модели. Так что я в ожидании полной примерки. The Balmain swimming suit is always a good idea, I think. Always. I'm gonna spy with the camera. Do it. You look so cool. I love it. Come together, come together. This is our super couple. Это наша супер пара на завтра. Они такие крутые. Я их обожаю. Guys, I love you. Oh, what is going on here? We can add some luxury. Oh. Oh. So, maybe if we want to make it a little bit more fashionable. Maybe when she comes out of water, it will be so cool. This is so good. Oh, my goodness. Это так красиво, ребят. Я прям представляю уже кадры. Всего этого кадры. У нас все инстаграмное. У нас даже крема для солнца от La Mer. У нас все очень круто. А сейчас мы выбираем свадебное платье. Это платье, он говорит, что делает всех толстыми. Мы, наверное, не будем его использовать. И, наверное, будем использовать вот это. Примеряем разные фаты. Я не знаю, как всегда это произнести правильно. Фаты, фаты. И у нас с такой деталью красивой, с веревкой. Все оформлено безумно круто. А это cape whale, то есть cape, как это по-русски, это господи. Фата накидка, что ли, тоже с веревкой. Это безумно красиво. Это просто безумно красиво. Посмотрите, как она длинная. I love this one. This one is crazy. She looks like a goddess. Yeah, and she can be used with a swimsuit. It looks so cool. Wow. It looks so cool.